В медузах, собственно, еще раз давайте посмотрим на общую характеристику сцифазоа. Для сцифазоа характерно явление стробиации, когда, соответственно, полип делится продольно с образованием маленьких медуз, личиночных медуз, которые называются эфиры. Раньше в сцифазоа включались кубодные медузы, однако в последнее время принято выносить их все-таки в отдельный класс внутри типа канедарий. И, соответственно, кубозо – это достаточно маленький класс стрекающих. В него включается порядка 20 видов, и они населяют тропические моря обычно. К классу кубозо относятся одни из самых опасных представителей медуза зоа. Это, например, медуз морская оса, которые вызывают, в случае, если жалят человека, вызывают остановку сердца. Для кубозоа интересно отметить, что полип целиком переходит в медузу без остатка. И, соответственно, на полипоидной стадии обычно не происходит бесполового размножения. Вижу вопрос, когда будет тест. Сегодня будет. Ну, в смысле, сегодня будет разослым. Все, точно, обещаю. В прошлый раз мне четко не удалось это сделать. Извините. Еще вижу вопрос, что такое микровилли. Микровилли – это то же самое, что и микроворсинки – это складки цитоплазматической мембраны. Вообще у канедарий уже начинает наблюдаться, прослеживаться некоторая тенденция к билатеральной симметрии тела. То есть к симметрии тела по нашему с вами принципу строения. Однако она еще не очень ярко выражена. И бывают всякие разные отклонения от нее. Но считается, что все-таки после канедарий уже идут животные с двусторонней симметрией тела. И есть несколько гипотез возникновения такой симметрии тела. Их можно поделить на три группы. Первая группа получила название планулоидно-турбулярные гипотезы. Потому что предполагают, что билатерально-симметричные животные произошли от личинок типа планулоидно-турбулярных гипотезы. И плануло это такая бесполосная личинка, которая в большинстве случаев еще и не питается. И служит она как расселительная стадия. Но по какой-то причине, с точки зрения планулоидно-турбулярной гипотезы, плануло осело и не превратилось в полипа. А почему-то сама начала ползать. И ее ротовое отверстие появилось у нее ротовое отверстие, если его не было. А во-вторых, оно мигрировало на середину нижней поверхности тела для того, чтобы успешно питаться, ползая по субстрату. И по одной из версий, собственно, билатерально-симметричные животные получились вот из плану. Есть еще одна версия, есть еще две группы гипотез. Вторая группа гипотез – это архицеломатные гипотезы. И согласно архицеломатным гипотезам считается, что все билатерии произошли от четырех лучевых кораллов. Соответственно, четырехлучевой полип существовал себе, крепился педальной поверхностью к субстрату, потом почему-то решил перевернуться и поползти по оральной стороне. Его ротовое отверстие начало вытягиваться и сначала превратилось в щелевидный рот, а потом в пищеварительную трубку, соответственно, замкнулось вот этот щелевидный рот. И у нас появился рот, дальше пищеварительная трубка и анальное отверстие. И при этом вот эти карманы кишечной полости, которые были еще на стадии полипа, они отшмуровались полностью, закрылись и превратились в целом. У большинства животных целом трехчастный и, собственно, по архицеломатным гипотезам самыми примитивными животными являются животные типа моллюсков, например. А в случае пленулоидно-турбулярных гипотез самыми примитивными животными являются плоские черви. И последняя группа гипотез – это метамерные гипотезы. Они говорят о том, что был не четырехлучевой коралл, а многолучевой коралл. И вот он тоже пополз на своей оральной стороне, но в этом случае получилось не пять этих целомических мешков, а много пар целомических мешков. И тогда получается, что самая примитивная гипотеза была какая-то гипотеза с метамерией. И в таком случае считается, что это были животные наподобие полихеп. Так, собственно, мы с вами закончили на этом комментарии. Сейчас будем говорить про плоских червей. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в чат. Я видела вопрос по поводу пропали, но на него ответили. Это орган, действительно, это комплексный орган чувств у медуз. В него входят статоцисты, то есть органы положения, барорецепторы условно. Туда входит хеморецептор и фоторецептор. Ну, судя по всему, вопросов ни у кого нету. Сейчас я почти запустила презентацию. Вот. Итак, плоские черви или платье минтос. А по гидрозуа разве я вам не рассказываю? Если не рассказываю, то извиняюсь очень сильно и сейчас расскажу. Как размножается медуза? В карманах кишечника образуются гонады. Потом они... Гонады синтезируют гометы, то есть половые продукты. Они выбрасываются через ртовое отверстие и в толще воды они объединяются. Так, сейчас я сначала тогда, видимо, повторю рассказ про гидрозуа. Гидрозуа. Сейчас. Итак, значит, помимо всех выше озвученных, то есть есть кораллы, есть сцифоидные, есть кубоидные представители канидарей и есть еще гидроидные. Для гидроидных характерно явление колониальности, как вообще для многих канидарей. И у гидроидных ярко выраженная вот эта колониальность происходит. Собственно, у них есть заоиды, которые... заоиды это отдельные полипы в колонии, которые отвечают за каждый за свою функцию. Например, у них есть заоиды, которые питаются, заоиды, которые делают медузоидные почки. Ну и, на самом деле, могут быть разные другие варианты. Защищающие заоиды, кроющие заоиды и так далее. Собственно, заоиды, которые должны синтезировать медуз, они делают этих самых медуз. Медузы все примерно одинаково устроенные. Ну, сцифоидные медузы самые сложные, гидроидные чуть попроще. Медузы начинают синтез половых продуктов в карманах своего желудка и выбрасывают их во внешнюю среду. Там происходит оплодотворение, получается, зигота. Зигота начинает дробиться, превращается в бласту, потом все это превращается в лесничную личину, в плану, которая плавает, 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 потом выбирает место для оседания, оседает и дает начало новой колонии. И все заоиды дальше получаются путем бесполого размножения. Помимо того, что бывают колониальные гидроидные, бывают одиночные представители, выглядят они могут очень красиво. Например, вот такой представитель. Это тубулярия индивиза. Такой северный вид одиночных гидроидных. И с ним связана одна очень красивая история. Есть вид моллюсков, которые обитают конкретно на тубулярии индивизии, питаются ей же. И, собственно, этим моллюскам надо как-то размножаться. А тубулярия, она не очень часто встречается. Ну и моллюски эти, соответственно, тоже не очень часто встречаются. И для того, чтобы повысить свой репродуктивный потенциал, моллюски откладывают яйца непосредственно на тубулярии и надеются, что когда-нибудь кто-нибудь их обладотворит. При этом, при откладке яиц, они, естественно, съедают тубулярию целиком для того, чтобы у их гипотетического полового партнера был какой-то стимул залезть на эту тубулярию. Типичные колониальные гидроидные выглядят следующим образом. Собственно, мы видим здесь общество колонии. Вот он. И отдельные заоиды, которые помещаются в таких вот чашечках. При этом вся колония может быть помещена в какой-то жесткий внешний скелет, а может находиться просто в гелеобразной субстанции. Вот это тоже интересный представитель гидрозоа. Может быть, кто-то из вас знает, кто это. Это так называемые сифонофоры. Это отряд пилогических стрекающих, которые, в полувозрелой стадии которых, представляют из себя колонию свободно плавающую с очень высоким разнообразием отдельных членов колонии. На данный момент известно порядка 160 видов сифонофор. И, что интересно, многие из них относятся к глубоководным животным. И долгое время разные части вот этих сифонофор были описаны как абсолютно разные животные. Потому что внешний вид и функции конкретных заоидов у них очень сильно отличаются. Соответственно, у них каждый заоид условно выполняет одну функцию. Там у них есть заоиды, которые называются невмотофоры, например. Они, соответственно, могут надуваться газом для того, чтобы уменьшать удельную плотность. У них есть нектофоры. Это такие заоиды, которые сокращаются и таким образом двигают колонию вперед. Есть заоиды, которые превратились в кровящие пластины для защиты мягкого тела колонии. Есть питающиеся заоиды, есть ловчие заоиды, которые представляют из себя такую сеть из длинных-длинных щупалец и так далее. На самом деле очень большое разнообразие заоидов. Ну вот тут, собственно, справа нарисован известный вам португальский кораблик. Он относится тоже к сифонофорам. У него большой красивый пневмотофор. Это такой заоид, который превратился, по сути дела, в пузырь, который находится над поверхностной пленкой и ловит воздух. Как бы работает как парус. Ну, по поводу гидрозоа, это, наверное, все, что я хотела сказать. Меня попросили повторить метамерные гипотезы. Сейчас я открою картиночку. Вот он. Значит, был многолучевой коралл. Сидел он на педальном диске, оральным диском наверх. И потом решил перевернуться и поползти по субстрату. Соответственно, он перевернулся на оральный диск. Его рот начал вытягиваться и сначала превратился в ротовую щель, естественно. А потом он посередине замкнулся и получилось два отдельных отверстия. Ротовое и анальное. Между ними была вот эта кишечная трубка, которая раньше была кишечной полостью у стыкающих. Но так как животное было много лучевой, это значит, что у него было много карманов кишечника. Эти карманы кишечника также отшнуровались от кишки. И получились замкнутые целомические мешочки. И этих замкнутых мешочков получилось очень много штук. Поэтому, собственно, животное получилось метамерным. То есть состоящим из одинаковых перпичиков. То есть метамерные животные – это членистые, по сути, животные. И к метамерным, к базальным группам метамерных животных в этом случае будут относиться к каким-то полихиэтам, например, которые состоят из одинаковых, по сути, сегментов, которые повторяются много-много раз. Я надеюсь, что понятнее чуть-чуть стало. Есть еще какие-нибудь вопросы? Есть еще какие-нибудь вопросы? Окей, видимо, вопросов больше нету. Но если они вдруг появятся, пишите, я постараюсь на них ответить. Давайте теперь поговорим про плоских червей или плотильминтез. Это уже типичные, достаточные, билатурально-симметричные животные, которые считаются в некоторых концепциях первично простыми и в некоторых концепциях, наоборот, вторично упрощенными. Соответственно, если мы с вами будем придерживаться архиэцеломатной гипотезы, ой, планулоиды трубилярной, простите, то это будут самые базовые и базальные двусторонне-симметричные животные. Но все-таки считается, скорее всего, что истинно ближе куда-то к метамерным гипотезам, но классические рассмотрения двусторонне-симметричных животных все равно начинают с плоских червей. В тип плоских червей входят четыре класса. Это планарии, сосальщики и цистоды. И если мы попробуем составить с вами общую характеристику типа плоских червей, то получим что-то типа вот этого. Согласно классическим представлениям, плоские черви – это примитивные глотерии без целома. И внутренней полости у них в целом нет. Все внутри у них заполнено паренхемой. И есть, я уже сказала, да, есть две интерпретации этой простоты. Одна – это первичная простота, а вторая – вторично упрощенная. Собственно, систематика типа выглядит примерно так. Плоские черви относятся к животным, к трехслойным животным, к первичным ротам. Дальше они относятся к группировке – трохофорные животные. А я, мне кажется, сейчас. Подождите секундочку, нам нужна табличка. Нет. Чтобы разобраться, кто вообще куда и зачем относится. Мне казалось, что у нас здесь есть, а ее тут нет. Сейчас, полсекундочки. Просто без этой таблички нам будет тяжело понять, кто куда относится. Вот, собственно, есть такая табличка, которая показывает филогенетические отношения между крупными таксонами внутри билатерально-симметричных животных. Собственно, все билатерально-симметричные животные делятся на первичных ротах и вторичных ротах. Вы знаете, о чем речь тут идет в первичных ротах и вторичных животных? На первом слайде не было изображена пьявка. Окей, значит, про первичную ротах и вторичную ротах. В процессе эмбрионального развития у нас образуется животное с... Ну, у нас сначала образуется бластула, после нее образуется гастрова. И гастрова получается путем складывания бластула. Сейчас я нарисую, наверное, это будет проще для расприятия. И, собственно, у этой бластула есть так называемый ротовод, ну, так называемый ротовод, ну, так называемый ротовод, а гластопор или отверстие бластула, собственно. Сейчас, секундочку, я подключу планшет и все нарисую. Это сейчас будет пару слов про эмбриологию, потому что без нее нам будет сложно дальше забраться. Собственно, у нас есть начало зигота. Зигота начинает дробиться и образуется бластула. А у вас была эмбриология у большинства хотя бы в каком-нибудь виде? Сейчас я понимаю, насколько надо подробно. Получается, какой-то вот такой зверь. Ну, не зверь в смысле. Такой шарик с клеточками. Потом этот шарик с клеточками образует инвагинацию, то есть впячивание. И таким образом закладывается второй слой клеточек. Получается, какая-то вот такая штуковая. Тут у нас опять-таки все в клеточках. Вот эта бахрома, которую я рисую, это типа клеточки. Соответственно, у нас есть первичная полость тела. Она же называется бластоцель. Вот она, это она же. Бластоцель, она же по-другому называется гемоцель. Хорошо, я увидела, что у многих не было. Если я говорю какие-то непонятные вещи, просто спрашивайте меня. Мы поподробнее на них остановимся. Гемоцель. Собственно, дальше в некоторых случаях начинается выселение сюда клеток для образования третьего слоя. Но это мы опустим, но это не принципиально. Вот это отверстие называется бластофор. Бластопор – это так называемый первичный рот. И дальше могут происходить разные истории. Во-первых, естественно, образовываются карманы кишечника. И выглядит все это начинает вот таким образом. У нас тут есть кишечник. Ой, нет. Не, она операции не так немножко. Сейчас. Выглядит все это начинает вот так. Такие вот образуются карманы кишечника. Соответственно, вот это все еще первичная полость тела. Здесь у нас все в клеточках. Вот это опять-таки был стопор. Вот это, то, что внутри у нас есть. Это кишечная полость. И, по сути, примерно так у нас выглядят истрекающие. Потому что они двусвоенные животные. Соответственно, тут тоже два слоя клеточек. У белотерии три слоя клеточек. Ну, три зародышевого клестка или три слоя клеточек. И, соответственно, происходит просто выселение клеток в первичную полость тела. Но нас это сейчас не очень интересует. Вот эти карманы желудка начинают отшнуровываться. То есть отделяться от кишки. И образуются, собственно, целомические полости. И получается такая картина. Сейчас нарисую как-то максимально клеила. Прошу меня попростить. Значит, у них будет выстилка, у этих мешочек. Потому что они аж нарвались от кишки. А у кишки есть гастродеры, собственно. Значит, вот у нас такая вот штука, у которой есть первичная полость тела. Есть вторичная полость тела. То есть целом. Первичная гемоцель, вторичный целом. Есть первичный рот. Вот он. И дальше с этой штукой могут происходить три возможных варианта развития событий. Первый вариант. Ротовое отверстие остается ртом. То есть рот равно рот. И у таких животных анальное отверстие прорывается заново, если оно есть. Если его нет, то его нет. И к... Такие животные называются первичные роты. Потому что рот остался ртом. К первичным ротам животного относятся у нас трохофорные животные, щупальцевые животные и линяющие животные. Дальше. Может быть, такая ситуация. Рот равно анальное отверстие. Ну, первичный рот. И в этом случае животное будет вторично ротом, потому что ротовое отверстие у взрослого животного прорвется заново. А может быть, еще одна ситуация. Это первичный рот просто зарастает. И это тоже будет вторично ротом и животным, потому что ротовое отверстие у них прорвется заново. Понятно, о чем речь? Или непонятно? Я очень жду от вас подтверждения, понятно или непонятно. А то страшно. Вдруг ничего не понятно. Если ничего не понятно, я повторю. Если все понятно, то пойдем дальше. Generation P, хорошо. Да, я тоже об этом вспоминала. Хорошо. Если все понятно, окей. Значит, первичный ротом животным, сейчас я все это, с вашего позволения, удалю, относится, большая часть разнообразия беспозвоночных относится к первичным ротом животным. Так как-то эволюционно получилось. И, собственно, туда относятся три крупные группы, которые объединяют себя по несколько типов в каждый. Это группа трахофорные животных животных. Это животные, у которых личинка имеет тип строения, как трахофора. Трахофора – это личинка полихер. Туда входят щупальцевые животные. Это животные, у которых есть лофофор. Это такой щупальцевый орган, который всегда окружает рот и никогда не окружает анус. И туда же входят линяющие животные. Это животные с плотной кутикулой, которые во время роста вынуждены ее сбрасывать. Соответственно, в трахофорных животных входят плоские черви, входят моллюски, входят польчатые черви и так далее. Значит, вопрос, зачем в ту сноу прорываться. Потому что изначально есть одна дырка. Вообще она называется либо первичный рот, либо рота-анус. Потому что она выполняет обе эти функции. А дальше она должна специализироваться. Если она специализируется в анальное отверстие, то получается, что анальное отверстие есть, а рта нет. И это как-то немножко странно, потому что как пища-то попадает внутрь, если рта нет. Соответственно, рот прорывается заново. Или это отверстие может зарастать в случае специфического эмбрианального развития. И тогда тоже получается, что ротового отверстия нет, анального отверстия нет. Все зарастает. И должно прорываться заново. Так, еще раз. К трахофорным животным относятся плоские черви, кольчатые черви и моллюски. И на самом деле еще достаточно много разных животных, но нам главное вот эти три типа. К шупальцевым животным относятся брахиоподы или плеченогие, фураниды и мшанки. К линяющим будут относиться насекомые, ракообразные, нематоды и так далее. И вторая клада большая – это вторичные роты. Соответственно, у них первичный рот либо закрылся, либо ушел в образование анального отверстия. И во вторичных ротах животных у нас располагаются иглокожие, у нас располагаются хордовые и позвоночные. Там же располагаются. Соответственно, мы с вами родственники иглокожих. И являемся родственниками иглокожих. Собственно, возвращаемся к плоским червям. Относятся они к трахофорным животным, к первичным ротам. И начнем мы с класса турбилярия. Я думаю, что сегодня мы с вами поговорим о классе турбилярия. Рассмотрим какие-то основные питерии строения. Ну, посмотрим. Собственно, согласно, повторюсь на всякий случай, согласно классическим представлениям, плоские черви – это достаточно примитивные гелотерии, у которых отсутствует слон, ввиду того, что он еще не сформировался. И такая интерпретация простоты, она как раз выходит из полной натурбилярных концепций возникновения гелотерии. Однако, если мы посмотрим концепции, типа, первичной методерии и архицеломатную, то в этом случае можно предположить, что плоские черви практически упростились, так как они утратили целом. Класс турбилярия являются свободно живущими плоскими червями, в отличие от остальных классов, которые в основном представлены паразитическими формами. Считается, что все плоские черви ведут свое начало от турбилярий и перешли к паразитизму в процессе эволюции, и поэтому еще больше упростились. Турбилярии встречаются морские и пресноводные, это свободно живущие представители. Для них характерны активные весничные эпители. Внутренней полости ярко выраженной нет, она вся занята паранхимой. Выделительная система у них протенифредиального типа, мы чуть попозже разберем подробно. Для них характерно отсутствие кровеносной системы, ввиду чего они должны были приобрести какую-то другую транспортную систему. И, собственно, транспортная функция получилась возложенной на пищеварительную систему, что привело к тому, что пищеварительная система стала сильно разветвленной, а также наложила ограничения на размеры животного, потому что основной транспорт все-таки идет от пищеварительной системы диффузно, а диффузия обладает какой-то своей мощностью, то есть она не может происходить бесконечно. И для турбилярий характерен слепо-запогнутый кишечник, соответственно, анального отверстия у турбилярий нет. У них есть только ртовое отверстие. В основном турбилярии считаются приуроченными к воде животными, однако есть некоторые наземные формы, которые обитают в терапических регионах, где очень высокая влажность. Турбилярии делятся на микротурбилярии и макротурбилярии, при этом макротурбилярии обладают ярко выраженным уплощением в дорозо-вентральном направлении, то есть в спинно-брюшном. Микротурбилярии же могут иметь и каплевидную форму тоже, собственно, потому что они обладают очень маленькими размерами тела, и им не обязательно уплощаться, чтобы эффективно доставлять питательные вещества путем диффузии. В основном животные относятся к бентосным представителям, то есть к животным, которые обитают на дне водоемов, приурочены к дну водоемов. Или они могут представлять из себя интерстициальную фауну, то есть животных, которые живут в донных осадках. Абсолютно все турбилярии являются хищниками, причем хищниками достаточно активными. Покровы у них представлены мультицеллярным эпителием, при этом мультицеллярный переводится как многоресничный, соответственно, на одной клетке эпителием может располагаться много ресничек, ну, не может, а располагается много ресничек. Покровы сильно специализированы, ввиду чего они утратили способность к делению. И в случае, когда клетки умирают, они просто выбрасываются из состава эпидермиса и заменяются новыми клетками, которые образуются из неубластов. Неубласты – это такие стволовые клетки, которые лежат под базальной пластинкой эпидермиса. Вот у нас, собственно, эпидермис, вот неубласты, так называемые стволовые клетки. И, собственно, эти неубласты протискиваются через базальную пластинку и встраиваются на место утраченной клетки эпители. Также в состав эпителия включаются железистые клетки. Они многочисленные и разнообразные. Там, например, есть рапдитные железы. Это такие железы, которые выделяют мукополисахариды, которые при сопровождении с водой ослезняются. И, собственно, у плоских червей, естественно, настоящие эпители, которые подосплены базальной мембраной. Вот так выглядит фотография плоского червя, плоского турбилярии под сканирующим электронным микроскопом. Мы видим, что его тело плотно покрыто ресничками. Под эпидермисом у плоских червей располагается мускулатура. Мускулатура хорошо развитая, разная. При этом она образует сплошной кожномускульный мешок. И, если смотреть снаружи внутрь, то она делится на несколько слоев. Первый слой – это кольцевая мускулатура. Дальше идут два слоя косой диагональной мускулатуры. Под ней лежит продольная мускулатура. И, помимо всего прочего, у них еще есть стежи дорозовентральной мускулатуры, которые, собственно, уплощают тело червя. А также обеспечивают ему волнообразное движение и ползание по поверхности. При этом турбилярии могут для движения использовать как свою мускулатуру и ондулирующее движение, то есть такое, изгибающееся, так и мелкие формы могут двигаться за счет ресничного движения. Под мускулатурой располагается паренхема. Паренхема выполняет функции, исходные с любой полостью тела. Во-первых, это опорная функция. Во-вторых, транспортная, потому что через нее, собственно, диффундируют питательные вещества. Это запасающая функция, так как в ней находятся клетки, собственно, в составе которых могут накапливаться, например, жиры. Выделительная функция, так как каналы выделительной системы проходят через паренхему. И в состав паренхему входят несколько типов клеток. Во-первых, это необласты, о которых мы с вами уже говорили, которые используются для того, чтобы замещать собой клетки, поврежденные эпидермисом. Во-вторых, это связанные клетки. Это такие большие, связанные они называются также фиксированные или закрепленные клетки. Это большие клетки с длинными отростками, которые удерживают органы в определенном положении за счет того, что, собственно, соединяют их с кишкой и с покровами. Вот она, вот эта большая красная клеточка. Это, собственно, связывающая или закрепленная или фиксированная клетка. В состав паренхема могут включаться хроматофоры. Это пигментные клетки, нервные элементы у плоских червей. С нервной системой все уже достаточно неплохо. Там есть головные ганглии достаточно крупные. И в состав паренхема также включаются выделительные каналы. По сути своей паренхемы являются густо населенными клетками гемоцелью, то есть первичной полостью тела. Потому что все, что лежит в паренхеме, отделено от самой паренхемы базальной пластинкой, что является у нас критерием первичной полости тела. Пищеварительная система. Чаще всего ротовое отверстие располагается достаточно далеко от края тела, в центре брюшной стороны. Однако его расположение достаточно вариабельно. У турбилярии есть эктодермальная, то есть из первого зародующего листка, глотка. Она может иметь различные строения. Она может быть простой, складчатой и так далее. У мелких форм кишечник получается мешковидным, как вот здесь. У более крупных форм разветвленный. Строение глотки может подсказать нам, чем питается тот или иной червь. При этом глотка сама помещается в глоточный карман. И вот, собственно, мы здесь видим, как глотка ввернута в глоточный карман. В некоторых случаях у очень мелких форм может отсутствовать глотка. Пищеварительная система, сам кишечник может быть сильно разветвленный, так как он выполняет транспортную функцию. И, собственно, на основе строения кишечника происходит, в частности, выделение крупных групп турбилярий. Например, есть черви, у которых кишечник образует три веточки. И такие группы, ну, эта группа называется триклодида. Есть группы, у которых кишечник образует много веточек. Эта группа называется поликлодида. Ну, и так далее. Выделительная система. Выделительная система, как я уже сказала, представлена протонифредиальной системой. То есть, образована из протонифреди. Протонифреди – это такие достаточно примитивные выделительные органы. Состоят они из терминальной клетки или клетки ресничного пламени, или клетки мерцательной. И клетки трубки. Соответственно, клетка ресничного пламени несет на себе большое количество ресничек. Как неудивительно. Эти реснички находятся, как бы, в такой корзинке из микроворсинок, которые выделяют как клетки ресничного пламени, так и клетка трубка. Если мы с вами сделаем поперечный разрез всего этого безобразия, будет, оно выглядит следующим образом. Сейчас я нарисую. Надеюсь, нарисую. Так, собственно, если мы возьмем и сделаем разрез вот здесь, то выглядеть это будет следующим образом. Значит, соответственно, будут микроворсинки от клетки ресничного пламени и реснички от нее. Нарисуем две реснички. И будут микроворсинки от клетки трубки. Вот они. Они образуют такую корзинку. Значит, вся эта корзинка снаружи одета гемоцелию, потому что... Ой, простите, гемоцелию одета базальной пластинкой, потому что это все лежит внутри базальной мембраны. Соответственно, что я сказала? Значит, это все одета базальной мембраны, потому что лежит внутри гемоцели. Вот. Ура. Это базальная мембрана. Соответственно, автор, который рисовал вот эту иллюстрацию, он немножечко ошибся и не дорисовал нам базальную мембрану, которая вот это вот все одевает. Вот так вот она идет. Тут тоже идет. Значит, соответственно, в гемоцели есть какая-то жидкость, из которой и происходит отфильтровывание продуктов азотистого обмена. А выделительная система, я на всякий случай напомню, она выделяет продукты азотистого обмена. Собственно, реснички тут бьются и гонят жидкость по клетке трубки. Соответственно, тут локально падает давление. И через базальную пластинку, так как базальная пластинка образована у нас просто длинными белковыми фибрилами типа коллагена, то есть она представляет из себя такую сеточку как будто бы из белков, через нее проходят вода и низкомолекулярные соединения. К низкомолекулярным соединениям, в частности, будут относиться соединения азота, потому что они маленькие и могут пройти через базальную пластинку. А дальше просто с током жидкости внутри клетки трубки они выносятся в выделительное отверстие. Вот оно, выделительное отверстие. Значит, и то, и другое – это микроворсинки. Микроворсинки. Это такие складочки просто, складки цитокузматической мембраны клетки. Каналы клетки трубки могут объединяться между собой, ну вот как в этом случае происходит, и образовывать один большой, крупный, красивый выделительный канал, который потом будет открываться выделительной порой во внешнюю среду. Понятно, как работает протонифридия? Это просто очень важно. Если у вас остались какие-то вопросы, лучше их задать. Ну, по-видимому, вопросов не осталось. Ну, если что, спрашивайте. Значит, нервная система развита достаточно хорошо, что объясняется хищническим способом питания. У них выражен главный передний нервный ганглей, который называют «мозг» в кавычках. Он представлен в форме парного ганглея или в форме утолщенной кольцевой комиссуры. Также имеются продольные нервные стволы, между которыми есть перемычки, которые в совокупности формируют ортогональную нервную систему, то есть нервную систему по лестничному типу. В некоторых случаях нервных стволов может быть не два, а много, но из них все равно будут выделяться два основных нервных ствола. У крупных трубилярий с широким и сильно уплощенным телом, как, например, вот на этой картинке, нервные стволы могут расходиться практически радиально, но среди них все равно видно, вот, собственно, раз, ярко выраженный нервный ствол, и вот два. Два основных нервных ствола. У трубилярий есть органы чувств, в частности, у них есть механо- и хеморецепторы, на голове у них могут располагаться обонятельные ямки, и у них есть глаза. При этом с глазами у них все достаточно забавно, потому что глаза у них вогнутые, в отличие от большинства остальных животных, потому что у большинства животных все-таки глаза обычно выпуклые, а у трубилярий вогнутые. Трубилярии способны... А, значит, меня спросили, где располагается выделительная система. Вот, собственно, тут нарисована белая планария, вот она, и вот это вот протнифидиальная выделительная система. На конце каждого канавца вот здесь вот находится терминальная клетка или клетка ясничного пламени. Я не буду освободить все, а то это очень много времени займет. Она лежит в паренхеме. Вот, собственно, вот здесь мы видим, что вот паренхема, вот это, вот паренхема, вот кишка, вот эпителий, а вот выделительный канал. То есть оно лежит просто внутри в паренхеме. Значит, базальная пластинка – это просто слой из белочка, поэтому внутри базальной пластинки могут находиться только белки базальной пластины. Это я оговорюсь, я извиняюсь сильно. Стало понятнее? Окей. Вроде стало. У турбилярии очень высокий потенциал для бесполого размножения. В частности, это бесполого размножения они используют для регенерации, потому что это сходные понятия. Ну, в смысле, они регенерацию используют для бесполого размножения. При этом бесполое размножение у них может идти двумя путями. Первое – это паротомия. Сначала происходит дифференцировка клеток, а потом они опочковываются. Соответственно, при паротомии на теле материнского червя образуется дочерний червячок. Ну, то есть, вот у нас здесь есть какая-нибудь планария условная. У нее на теле сначала образовывается маленькая планария. И только потом эта маленькая планария отпочковывается. А может происходить путем архитомии. И тогда у нас есть планария. Ну, например, планария – это такие турбилярии. На теле которой образуется такой просто комочек клеток. Этот комочек клеток отсоединяется, а дальше дифференцируется в маленькую планарию. Вот такая история может быть. Значит, у турбилярии очень высокий потенциал регенерации. И если мы возьмем турбилярию, разрежем ее на 100 маленьких кусочков, то из каждого кусочка у нас вырастет своя маленькая турбилярия. Однако, бывают всякие разные ошибки в регенерации. В частности, турбиляриям достаточно сложно отращивать головной мозг. Поэтому, например, если мы вырастим турбилярию из хвостика какой-нибудь другой турбилярий, то вероятность того, что у нее не будет мозга, достаточно высока. Ну, в смысле, у нее будет какой-то выраженный ганглий церебральный. Но он будет гораздо меньше и, скажем так, глупее, чем у материнской особи. И также они плохо восстанавливают глаза, потому что глаза тоже энергозатратны. Достаточно часто регенерация идет со всякими ошибками. В серии того, что может появиться две головы, может быть, четыре головы, а может, два хвоста и так далее. Но в целом планариям это жить не очень мешает. Помимо бесполого размножения, у них есть и половой процесс. У них достаточно интересно устроены сперматозоиды. Они очень большие. У них очень большая митохондрия, что достаточно уникально для вообще животных в целом. В большинстве своем турбелялии являются геремофродитами. Оплодотворение внутреннее зачастую травматичное, потому что иногда у некоторых видов отсутствует половое отверстие. И особь, который выполняет роль самца, просто прорывает к опулятивным органам покровы особи, которые выполняют роль самки. И впрыскивают туда половые продукты. Меня спрашивают в чате, то, каким способом они будут размножаться, зависит от внешней среды. Да, как обычно, это от факторов внешней среды. Чем более хорошие, чем лучше им живется, тем меньше шансов того, что они перейдут к половому процессу. Потому что половой процесс обычно используется для того, чтобы как-то поддержать популяцию, потому что обычно там есть покоящиеся стандии. Чаще всего у турбилярий развитие прямое, однако бывают разные отклонения. Строение половой системы абсолютно стандартное. Там выделяются парные семенники, семевыносящие протоки, кульпокумулятивный орган, парный яичник, матка и спермеприемник. Собственно, систематика турбилярий на данный момент выглядит так. Наверное, отсюда вам надо знать три клад, потому что к ним относятся, собственно, планарии. Поли клад, потому что они имеют достаточно интересное строение. И, наверное, и все. Это основные, собственно, представители. Да. Да.